Давайте мы еще скажем несколько слов в отношении плевел и того, что Господин сказал, оставьте расти и то, и другое, чтобы выдергивая плевелы, не выдергать пшеницы. Здесь мы видим с вами, что Господь показывает нам, чтобы была четко явлена разница, то есть настоящее лицо и то, что выросло. Вы знаете, до этого, когда мы с вами видим, что дракон стал на песке морском, и когда из моря Антихрист вышел, и когда из земли Лжепророк вышел, это же все было сокрыто, и это вышло наружу. И тогда приняли начертание на руку свою, что люди тем самым, они что открыли. И это означает, что это плевелы, они уже созрели, понятно, да? Они приняли начертание, и мы с вами видим. Далее мы с вами будем читать о гневе Божьем, и это именно гнев Господь. Также комментарий в отношениях Евангелия от Матфея, 24 глава, там говорится, один возьмется, а другой останется. Теперь вы знаете, кто возьмется. Аминь, и вы знаете, кто останется. Правильно? Да. Кто возьмется? Плевелы. Плевелы соберутся в одно место. А кто останется? Останется. Правильники останутся, которые будут собраны, когда Христос будет сходить во второй раз, во второе пришествие. Понятно, да? Хорошо. Итак, Евангелие от Матфея. Давайте я ссылку точную скажу. Значит, 24 глава, 40 стих, 24-40. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелища и в жерновах одна берется, а другая оставляется. Берется кто, у которого начертание есть, и собирается в определенное место, в Тачила. Значит, где Господь будет топтать вино Тачилой ярости. Вино гнева. Да, все правильно. Для себя повторяю. Что же? Я для себя повторяю. Да, да. Хорошо. И мы с вами видим, что оставляется тот, который в пришествии Иисуса Христа будет собран, как его люди избранные соберут с четырех ветров. И тогда мы с вами видим, что уже произойдет другое, другое событие, которое называется суд над Израилем и так далее. Ладно. Аминь. Идем дальше. Пятнадцатая глава книги Откровения. Мы с вами видим еще одно знамение. Это знамение вплотную подводит нас к тому, что вот-вот начнется время гнева Божьего на тех людей, которые приняли начертание зверя и поклалились его образу. Итак, но перед этим, ну давайте прочтем. Итак, пятнадцатая глава, первый стих. И видел я иное знамение. На небе великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Аминь. Итак, знамение. Семь ангелов, которые что имеют? Семь язв. Последние семь язв. Итак, это семь ангелов, которые получат... Ну хорошо, давайте идем вперед. Я забегаю вперед постоянно. Итак, второй стих. Это уже как бы взгляд в другую сторону переводится. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинные пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится тебя... О, извините, я должен включить запись. Простите, это нужно сделать, я как-то погорячился. Продолжаем. Второй стих еще раз. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его. Кто это? Победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море. Где у нас море стеклянное? Перед престолом. Да, перед престолом. Стоят на стеклянном море, говоря, великие и чудные... А, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Мы вернемся еще к этому. Говоря, великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинные пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. Этой песней они показывают свое отношение к тому, через что они проходили в течение того времени, когда власть была передана Антихристу над землей. Понятно, да? И когда началось вот это ограничение через начертание. Мы с вами видим, что эти люди, которые стоят на стеклянном море, они... Кто они такие? Победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его. Вопрос такой, как они его победили? Мы сейчас только в 14 главе прочитали. Блаженны, умирающие в Господе. Аминь. Это вот те люди, о которых Господь сказал, блаженны, умирающие в Господе. Вот они стоят. Они умерли как? В Господе. Они жили как раз вот в это время, когда завинчивались гайки везде. Или если можно так сказать. Вы понимаете, что никто не может ни продавать, ни покупать. А если кто исповедует Иисуса Христа. Какое у нас крещение сегодня было замечательное, да? Исповедали открыто веру в Иисуса Христа. Если кто исповедует или узнает, что это верующие в Иисуса Христа, что смерть. И Господь говорит, ребята, ободритесь, блаженны, умирающие в Господе. Аминь. Вот они стоят где. И они те, которые просто своей верой в Иисуса Христа и своим отношением и поклонением Богу победили и зверя, и его начертание, и число имени его. Аминь. Они умерли, но они стоят и поют песни. Здорово? Здорово. И они поют песнь, превознося Бога. Здесь написано, что они поют песнь Моисея Раба Божия и Агнца. Это значение такое, что среди этих людей представители израильского народа, которые относятся к Моисею, и также кто? Остальные народы, для которых Агнец является искупителем. Аминь. Это группа людей, и как из евреев, так и из остальных народов, которые сказали, Господу Богу твоему поклоняйся, и я ему одного и служи. И тут он стоит, и гусли, и поют песню. Значит, это победа, это победа. Слава Богу. Идем дальше. Пятый стих. И после этого я взглянул, и вот отверстие храм Скинии. Свидетельство на небе. А Моисея Скинию построил земную. А есть какая? По образу которой была построена Скиния земная, какая есть? Небесная Скиния. Куда Иисус со своей кровью вошел и принес свою кровь искупительную навсегда, и приобрел вечное искупление. Аминь. Итак, она была устроена Моисеем по образу небесной. И вот она, небесная Скиния, свидетельство на небе. Шестой стих. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по поясу золотыми поясами. И одно из четырех животных, помните эти четыре животных, да, исполненные очей? Одно из четырех животных дало семьи ангелов семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Восьмой стих. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семья с семей ангелов. Это означает, что доколе не окончится суд, никто не может никуда встать и никуда пойти. Это должно быть завершено. Значит, храм Скиния закрыта, пока не окончится суд. И мы с вами переходим к шестнадцатой главе. И я думаю, что мы ее закончим, а остальное мы оставим для Москвы. Мы обязательно закончим книгу Откровения в Библейском институте, и вы услышите окончание. Итак, шестнадцатый стих, а, шестнадцатая глава. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Кто из храма говорит? Кто может говорить что-то вообще, чтобы что-то сделали? Кто? Христос. Да, это Он, это гнев Агнца, это Его время. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Второй стих. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Понятно, да? Это все относится к вот этой группе людей. Она очень большая. Значит, это гнев. Первое. Итак, первое. Это что? Жестокие и отвратительные гнойные раны. Второй ангел. Третий стих. Вылил чашу свою на море. Первый куда вылил? На землю. Второй куда вылил? На море. Значит, и сделалась кровь как бы мертвеца. И все одушевленное умерло в море. Сделалась кровь как бы мертвеца. Возможно, это буквальное толкование, что так и сделалось. Да? Или это, как мы раньше говорили, что это вода стала просто зараженной. Но здесь я склоняюсь к тому, что это из-за того, что ангел вот сейчас будет говорить, я склоняюсь, что это так и было. Что как Моисей превратил воду в кровь, так было и здесь. Давайте дальше прочтем. Третий. Четвертый. А, так. Второй ангел вылил чашу свою в море, сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Четвертый. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники, вот, и сделалась кровь. Итак, море сделалось кровью, и что? И реки сделались кровью. Это соленая вода и какая? И пресная. И пресная вода. Пресная для кого? Для людей, для живущих. Дальше идем. Смотрите, что говорит ангел вот. Пятый стих. И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков твоих. Сколько крови пролили? Тех людей, которые исповедовали Христа? Очень много. Убийств было очень много верующих. Аминь. Только поверил, сразу же опасность расстаться с жизнью. Здесь написано, ангел вот говорит, праведен ты, Господи, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Седьмой стих. И услышал я другого, значит, от жертвенника, говорящего, ей, Господи Божий, Вседержитель, истинные и праведные суды твои. Мне так нравятся суды чьи? Его. Христа. Аминь. Не наши с вами. Кого? Христа. Потому что он единственный, кто может праведно судить. Аминь. Мы с вами не имеем праведного суда. Мы с вами... Ладно, все. Да, 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 да. О чем разговор вообще? Дальше идем. Восьмой стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. Итак, первое, что было? Земля. Второе, море. Третье, реки. Четвертый куда? На солнце. То есть насветило. На солнце. И дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильной зной. Смотрите дальше. И они хулили Бога, имеющего власть над этими язвами. Своим решением, приняв начертание на руку, они ожесточились до конца. Правильно, да? Супер. И здесь говорится, что они... Они это... Значит, солнце палило их, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами. И не вразумились, чтобы воздать ему славу. Аминь. Упорство. Идут дальше. И до конца дойдут. Дальше идем. Десятый стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. О, мне нравится вот это. Мы вчера говорили, как является сатана. Второй коринфян вадим. Как ангел света. Вы знаете, он и явился. Помните первый всадник, который выходил? Он победоносный выходил. Он был на белом коне. Он имел лук. Он что? Он вышел, чтобы победить. И он был миротворец, который что? Который так много сделал для мира, в скобках, и для Израиля, что все были просто в восторге от него. Аминь. Но вот наступает время, когда Господь срывает маски. Кто на самом деле, значит, стоит за вот этой всей благостью, в кавычках, человеческой. Дальше мы с вами идем. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его... Что? Мрачно. Вот какое царство там оказывается. Вот кто сидит на престол, то есть сидит в храме. Вот кто прекратил ежедневную жертву. Вот кто поставил мерзость запустения. Вот кто сказал, я-то являюсь Богом, а вы поклоняйтесь мне. Сатана, который стоит за Антихристом, он торжествует, видя миллионы людей, которые поклоняются ему как Богу. Это его страстное желание. Аминь. Взойду на высоты облачные, буду, что подобен Всевышний. Исайя, 14 глава, 12-13 стихи. Итак, вылил на престол, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страданий. 11 стихи. И хулили Бога Небесного от страданий своих и яст своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат. Все знают, понимают, где они находятся. Это мы говорили, это Тигр и Ефрат, это Междуречия. Месопотамия, где Вавилон стоял, где Сузы стояли, это Медоперсидское царство, и где Ниневия была рядом. Это все та область Междуречия, где стояли столицы этих царств. И мы с вами видим, что шестой ангел выливает чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода. Для чего? Для того, чтобы готов был путь царя от восхода солнечного. Слушайте дальше. Аминь. Представили себе эту картину? Вот это сатанинское триединство, которое, как бы сказать, терпит невероятные страдания, знает, кто это делает, еще больше восстает и хулит Бога, и собирается на брань. Аминь. Мы выйдем на брань. Это Он нам это делает. Это Он против нас. Это мы знаем, кто Он нам делает. И здесь написано, что из уст кого? Гракона, из уст, значит, зверя, и из уст лжепророка вышли духи бесовские, подобно жабам. Смотрите, что они делают. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной. Куда? К царям земли. Что? Всей вселенной. Помните, что нужно собрать? Вот и происходит что? Вот и происходит собирание. Собирание в одно место. И это делают бесовские духи. Они выходят к царям земли всей вселенной. Чтобы собрать их на брань в оный день, в великий день Бога Вседержителя. Пятнадцатый стих. Значит, вот иду как тать, блажен бодрствующий. Это Иисус говорит. Вот иду как то. Как тать, как вор. Это означает приду внезапно. Внезапно приду. Никто не заметит это. Вот иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою. Чтобы не ходить ему на гимы, чтобы не увидели срамоты его. Шестнадцатый стих. И он собрал их. Да? В место, называемое по-еврейски Армагеддон. Значит, он собрал их. Произошло что? Сбор. В определенное место. Огромного количества людей. Толпы, толпы, толпы. Вооруженные, которые в ярости своей и злобе своей. Помните эти грозди виноградные? В ярости своей и злобе своей, которые терпят, что воду нельзя пить, которых жжет этот зной. И они не раскаиваются, они еще больше и сильнее ожесточаются, и злоба их кипит. И вот они собраны вот в эту долину Армагеддон. Значит, эта долина, значит, она находится... Ладно, географию потом. Значит, слово Ар это гора. Слово Мегидо это место. Вот это долина Мегидо. Значит, они собраны в это место. И это место, как бы чаша, значит, окруженная горами. Когда Наполеон встал и увидел это место, он сказал, что это самое лучшее место на земле для сражения. Итак, мы видим с вами, что собраны вот эти бесовские духи. Они вышли и собрали всех. Все откликнулись. Кто принял начертание зверя, все откликнулись. И все последовали в это место, чтобы что? Чтобы сразиться с кем? С Иисусом. Вы представляете, ярость это. Идем. Он у нас по пляжу. Сейчас мы все соберемся с копом. И что? Мы ему покажем. Злость, злоба. Значит, все это собрано в одном месте. Итак, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного престола раздался громкий голос, говорящий, что? Совершилось. Аминь. Это означает, осталось только дело за малым. И это дело, и это дело, конечно, это не малое дело, это второе пришествие Иисуса Христа. И мы об этом будем говорить с вами в 19 главе. Итак, совершилось и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, восклицательный знак. Такое великое, восклицательный знак. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его, то есть Бога. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант, талант 25 килограмм, пал с неба на людей, и хулили Бога, смотрите, не перестает, и хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Итак, мы с вами заканчиваем. 17 глава, мы с вами будем говорить об этом городе Вавилоне, о религиозной системе этого мира, которая берет свое начало, значит, из Вавилона. И это 17 глава, суд над этой религиозной системой, над блудницей, которая в красном платье, в этом валом платье, который сидит на звере. Это тоже очень такая скрупулезная работа. 18 глава, значит, мы с вами увидим, как Господь совершает суд над финансовой системой этого Вавилона. Значит, это 18 глава, и 19 глава, значит, у нас будет победа, брак Агнца и второе пришествие Иисуса Христа. Аминь. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, благослови нас изобильно, благослови эти мысли, Господь. Их много, Господи. Даруй нам быть прилежными учениками. Учениками Твоего Слова, Твоем характере благодати. Спасибо Тебе за все. Благослови наш вечер во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.